ПЕСНЯ Конечно, очень грустно, что наш папочка, наш любимый, наш золотой, популенька, иначе вся семинария знает, что это ваш популенька. Ушел, было безумно тяжело, безумно трудно, спасало то, что было очень много книг написанных ими, были передачи по телевидению, были передачи по радио, где он сам начитывал свои вещи, читал и проповеди читал, и рассказы читал, все это было замечательно. Мы с Натальей Петровной сидели, что-нибудь обсуждали. Если это было летом, то мы сидели, беседка здесь у них есть, беседки сидели. Он очень дружелюбно всегда приходил, здоровался и обязательно поцелует в щечку. Вот. И, значит, такой был очень человек позитивный. Значит, что-то пошутит, что-то, значит, скажет такое интересное. Отец Александр путешествовал не сам, как, допустим, я или мой родственник, который был тоже на этом судне, со мной в одной каюте. Отец Александр с своей матушкой Натальей Петровной и с дочерью. И было видно, как, с какой любовью он относится не только к своим близким, но с любовью ко всем остальным, так сказать, членам нашей туристической группы. История позволила нам рассказать о религиозной Одессе. Мы обратились в семинарию, ректором которой был в то время отец Александр, за помощью. Это был такой коричневый подрясник, довольно такой скромный. И при этом человек, облачённый вот в этот скромный подрясник, он излучал какую-то такую невероятную совершенно доброту, улыбку, расположенность. Разговор за разговором, и отец Александр говорит, я вот сейчас вот пишу вот новый рассказ, посвящённый апостолу Павлу. Говорю, а может быть, вам нужна какая-то помощь, я вот могу, например, вам помочь печатать. И вот, наверное, вот с этого началась наша такая очень близкая дружба. И я просто счастлива, что, может быть, сейчас очень часто я оказывалась первой читательницей его произведений. Очень многие, я знаю, из моих близких друзей, они ждали каждую его передачу. Они стремились приходить в греческий храм. И каждая литургия, которая заканчивалась проповедью, это был такой аккорд. Мы понимали, что действительно Христос живой. И я до сих пор вот слышу и вижу отца Александра, который читает проповедь, и вместе с ним мы оказываемся либо в Назарете, либо в Капернауме. И это было настолько близко, что мы понимали, что это не история, это продолжение жизни, это жизнь со Христом. Потому что, ну, когда ты видишь, что человек живёт этим, ты веришь. И то есть это действительно такое счастье. Это, я думаю, что вот в моей жизни самая главная встреча была. Это встреча с отцом Александром. И так получилось, что пастырь, который может действительно вот нести то, что вот понимаешь под словом «живая вера». Вот она у него всегда была живая. Она никогда не была, там не было этого как бы искусственного артистизма. Нет, это просто вдохновение, это эмоции. Это действительно вот, когда человек кого-то любит и хочет поделиться искренне своей любовью, вот, наверное, делает это так. Темы были всевозможные и очень интересные. Я всегда замирала в радиоприёмнике, а пока не дослушаю до самого конца. А потом как-то сложилось так, что судьба свела меня с этим прекрасным человеком у нас в музее. И каким образом? Именно через Паустовска. Константин Георгиевич ночевал в одну ночь в монастырской келье. Там была гостиница была, как я выяснила. Я когда ходила узнавать, говорят, что там была и домовая книга. И я пришла узнать, где она может сейчас находиться, эта домовая книга. И мне объяснили, что сейчас здесь найти её невозможно, а нужно обратиться в архивы, потому что это архивный материал. Ректором семинарии был Александр Николаевич Кравченко. И когда проводилась реконструкция этого здания, то он вычислил, в какой келье ночевал одну ночь Паустовский. Тем более Паустовский в своих воспоминаниях оставил нам об этом рассказ, что окна выходили на маяк, и он через периодический интервал, комната освещалась, и он почти до утра не спал. Утром он поднялся и слышал в храме богослужение. И он зашёл в храм. И в это время проповедник читал молитву Ефрема Сирина. Если мы возьмём журнал «Мир Паустовского», который был издан в 1996 году, номер 7 и 8, это чисто одесский номер. Тут интересные вещи о нашем товариществе, об Одессе в связи с Одессой Паустовской. И, конечно, этот очерк Александра Кравченко «Ночь в монастырской кельи» занимает здесь почётное место. И что я перечитала сейчас, специально перечитала. И, вы знаете, по каждой из фраз, из каждых каких-то фрагментов этой молитвы про Терри Кравченко комментирует. Пока кланялся священник после данной фразы, Паустовский в это время, он размышлял, размышлял о жизни. И здесь замечательнейшая статья «Встреча с Константином Паустовским». Каким образом встреча эта произошла? Это как бы виртуальная встреча. Дело в том, что Паторей Кравченко по утрам очень любил гулять на 9-й станции Фонтана. Там в своё время была дача Бабеля, теперь рядышком там восстановлен храм Марии Магдалины. И где-то на Добревом был домик, где снимал Бабель в 20-е годы. И Константин Георгиевич там проводил свой отпуск. Используя этот момент, Александр Николаевич, он вообразил в себе, вот он встречается с Константином Георгиевичем. О чём бы он поговорил? И вы поверьте, что это настолько интересно описано. Вот эта душа самого Паторея Кравченко здесь звучит. Она чем-то, и сама эта статья, она чем-то мне напоминает самого Паустовского. Настолько лирично, настолько прекрасное умение видеть, такие интереснейшие детали он умеет замечать. Это то, что любил и умел делать Константин Георгиевич Паустовский. За эти почти 10 лет общения и работы совместно с Александром Николаевичем Кравченко, я наблюдала его и в храме среди людей, и в общении с учениками. И это вот общение с учениками у меня всегда вызывало какую-то радость. Я видела, как они общаются. В то время, когда мы записывали передачи с Александром Николаевичем, параллельно была ещё одна передача на Одесском областном радио, это был «Свет православия». Её родоначальником, может, даже инициатором, я точно не помню, был отец с Евлогией. К тому времени он был преподавателем Одесской духовной семинарии. И мне однажды довелось видеть, как они встретились в стенах Одесского областного радио, отец Александр и отец Евлогий. Это было такое благовейное отношение к учителю ученика и радостное отношение учителя, либо даже радость учителя за своего ученика. Это была такая очень изумительная встреча. Я тогда не знаю их отношения, не знаю биографии. Я так подумала, наверное, в Евлогии был один из лучших учеников, если учитель так его радостно встречает. В 1991 году отделом внешних церковных связей Русской Православной Церкви была организована поездка ректора Одесской семинарии, ряда преподавателей и студентов. Я тогда был студентом. Мы сопровождали отца ректора в Евангелическую Академию Западного Берлина. Только-только пала Берлинская стена. У нас еще был Советский Союз. Господствующей идеологией все-таки был атеизм. И вот однажды там в Евангелической Академии, в Ванзее, за ужином немцы как-то вот хотели показать свое доброе отношение к нам и то, что вот они с пониманием относятся к тому строю, который сегодня есть в Советском Союзе, в коммунистическом устрою. И они же сказали, что ведь на самом деле-то и в деяниях апостолов описываются христианские общины, которые есть на самом деле якобы коммуны. И коммунизм – это в каком-то виде продолжение христианства. Но мне понравилась реакция отца Александра, который, невзирая на то, что дома могли быть проблемы с тем, что он скажет, все-таки сказал и заявил о том, что коммунизм в том виде, в котором он насаждается в Советском Союзе, ничего общего с христианством не имеет. И он это доказал на основе Священного Писания, на основе той же книги деяний святых апостолов, на основе посланий апостольских. И я увидел, с каким замиранием сердца эти немцы, христиане, слушали вот этот ответ отца Александра. С одной стороны смелый ответ, а с другой стороны богословский выверенный. К сожалению, мне не довелось быть лично знакомым с отцом Александром Кравченко, потому что, когда я поступил в Одесскую духовную семинарию, он уже не был ректором нашего учебного заведения. Тем не менее, безусловно, след его личности, он был заметен в нашей духовной школе. И большинство моих преподавателей, это были люди, которые прекрасно знали отца Александра, часто на него ссылались, часто о нем вспоминали, говорили о том, как он вел себя в той или иной ситуации, которые у нас периодически повторяются в жизни нашей духовной школы. Поэтому, несомненно, шлейф, который тянется за отцом Александром, это шлейф очень больших, добрых дел. И я бы рассматривал его личностью в разных плоскостях. Что сказать о нем, как о пастыре, я думаю, что, наверное, об этом лучше расскажет его духовное чадо, те, кто окормлялись у него в течение многих лет, прихожане Свято-Троицкого храма. Мне бы хотелось сказать о нем больше именно как о православном катехизаторе, потому что, на мой взгляд, в Одессе XX века это крупнейший православный катехизатор, человек, который лично обратил ко Христу множество людей, наверное, счет можно вести и на сотни, даже, может быть, и на тысячи. То есть у него был и очень большой миссионерский дар, и вместе с тем дар именно катехизатора он мог не только привести человека в церковь, а он мог уже с человеком, который находился в церковной ограде, общаться, просвещать его, учить его тайнам Царствия Божия, чтобы не бросить человека на произвол судьбы, а именно окромлять его дальше к достижению больших степеней духовного совершенства. Поэтому у отца Александра, насколько я знаю, было очень много духовных чад в Одессе, особенно в среде интеллигенции, среди тех людей, которые могли оценить глубину его познаний, красоту его речи, его слова, его замечательных проповедей, которые всегда отличались особенной экспрессией, эмоциональностью, необыкновенной такой вот теплой окраской. Я думаю, что речь отца Александра Кравченко нельзя спутать ни с кем. Это очень яркая индивидуальность. И я думаю, что для нашего региона, для Одессы, в свой период, а это длительный период, это около четверти века, отец Александра Кравченко был такой же, наверное, величиной, таким же авторитетом, как отец Александр Мень для Москвы, для Московской области. Творчество Александра Николаевича Кравченко было проднизано библейским словом. Более того, я замечала, что для него было очень важно быть понятным людям. И его изложение, все потому что оно было достаточно сложным, оно было ассоциативным, всегда было сопряжено с какими-то цитатами, сопровождаемыми пояснениями. Казалось бы, сложный язык, но мысль была выстроена так логично, и она была понятна для любой аудитории, для самой разнообразной аудитории. Более того, вот из его уст библейское слово воспринималось всегда очень актуально. Любую ситуацию жизненную он пытался объяснить с позиции Библии, библейских сюжетов. И это людям, во-первых, доносило библейское слово, это людям всегда предавало какие-то силы и надежды, и вот эта безвыходность житейских ситуаций, она как-то вот рассасывалась, что ли. Вот, насколько был оставлен след священниками, монахами из Соловецкого монастыря, именно в освоении Аляски. Интересно было. Он принес мне литературу, соответствующую в одном из духовных изданий, я не знаю, как четко сказать, это как выразится, в журнал. Побеседовали с ним, я с удовольствием прочел, взял для себя на заметку целый от вопросов. Мы потом обсуждали с ним эти вопросы. И, кроме того, он был чрезвычайно наблюдательным, когда увидел, что я собственноручно крашу ворота, даже где-то написал рассказ небольшой об этом. Правда, там мне упомянул конкретно, что это я как таковой был. Ну, сказал, что там человек с высшим образованием и так далее, и так далее. Вот сам красит ворота из-за боя. А вообще очень душевный был человек в целом, очень душевный. Чем был хороший Александр Николаевич как собеседник? Те темы, которые он знал досконально, беседуя со мной, я никогда не чувствовал, чтобы в его разговоре царила хоть какая-нибудь нотка, ну, превосходство в том, что он этот предмет знает лучше меня, либо еще какие-то такие, ну, менторские там мотивы или что-то. Беседовать поэтому с Александром Николаевичем было легко и очень приятно. Была такая традиция, я не знаю, сохранилась ли она сейчас. Выпускники уже последнего курса семинарии ездили в разные точки, в разные паломнические поездки на несколько дней вот со своими преподавателями, с инспектором или с ректором и другие преподаватели. И вот я попал в небольшую группу, и мы поехали как раз в Почаев, были, посещали Львов. И вот отец Александр по-другому раскрылся. Я увидел вот человека с огромным добрым сердцем. Я видел, как он переживал за нас, как ребенок, сыты ли мы, чтобы мы вовремя успели, встали, почистили зубы, приготовились, потому что такое-то время придет транспорт. Так, братья, давайте, давайте. Вот я увидел заботливого отца с большим добрым сердцем. И с той поры, вот уже 30 лет прошло, как не получалось у меня приехать в Альмаматор, в нашу родную семинарию, но я в своем сердце всегда помню этого замечательного, доброго человека. Он любил проходить по классам, проверять. Он любил проходить по комнатам, где мы жили. То есть был идеальнейший порядок, были образцовые комнаты. И собирались в образцовые комнаты очень хорошие, успевающие студенты. Вот. То есть, ну, скажем, все, скажем, было на высшем уровне. С одной стороны, казалось бы, он и строгим, с другой стороны, чувствовалось. Его очень теплое отеческое отношение к студентам. Часто даже такое, может быть, покровительственное, когда он хотел выручить тех студентов, которые... Отец-инспектор, тогда был очень строгий, пытался наказать. Вот это такое, какое бы такое вот интересное наблюдение. С одной стороны, иногда такая, как бы, показная строгость. С другой стороны, действительно, очень такая щедрая душа, которая хочет одного блага своим ученикам. Учил прощать. Сам прощал. Вот стоило бы любому студенту, где-то какие-то были прегрешения, вот, или опоздал, или еще что-то сделал, вот. Ну, стоило бы обратиться, хорошо попросить, прощал. Но он еще видел человека, скажем так, опыт был, кто как говорит. Вот это самое. Но стоило бы только всем классам обратиться, чтобы его помиловали и простили. Разговора не было, сразу он прощал, и все. То есть он воплощал всех, ну, сплощал, имеется в виду, сплощал всех вместе, чтобы все были и жили христианской жизнью. Вот. Что такое прощать, это мы уже увидели от самого протеря Александра. Вот. Разные были прегрешения, но он умел все просить, если за него просили. Если все просили, значит, не хотели, как сказать, наказания. И поэтому он тоже самое, ну, откликался таким же самим своим милосердием. Я помню, в то время, мой муж выработал в аэропорту, и в то время они выполняли рейсы на Алеппо. И привозили очень хороший целонский чай. И мой муж знал, что Александр Николаевич очень любит целонский чай, именно сорта черри. И когда он приезжал, он всегда одну красивую коробку откладывал, и говорил, это для папы. Мы называли его папой в семье. Он действительно для нас был папой. Тем более, к тому времени наших родителей уже не было. И вот все это пространство, которое занимали родители, вот по жизни, как человек, занял Александр Николаевич. Скажу это без лукавства, он был очень строг. Строг по студентам из-за того, что они обязаны вести себя благочестиво. Они обязаны были все исполнять, и устав, и церкви. Но в основном изучать Священное Писание. Что, скажем, это очень хорошо сложилось. Каждого человека, который вспоминает, и много студентов, когда приезжает, бывших студентов, имеется в виду уже протереи, тоже и архимандриты, они не раз вспоминают, какие были требования у протерея Александра по отношению к Священному Писанию. И вот это здорово очень помогает в жизни, так как изначально вложен хороший костяк изучения Священного Писания. И есть большая польза. Заметно было о том, что вышли хорошие проповедники, которые любили его уроки, и старались их выучить. То есть это прошло большую пользу. Темы близкие людям, тема сопереживания, так было характерно для него. И он в своих произведениях об этом писал. Почему его произведения я люблю читать. Его рассказы маленькие, будь то эссе, будь то там даже повести его. С удовольствием читаю. Почему? Потому что они идут в унисон с моей душой. Я это чувствую и читаю, и я вспоминаю его, его голос. И вы знаете, я однажды наткнулась на небольшой рассказ, в котором повествует отец Александр о том, что он дежурил в очередной свой четверг в Троицком соборе. И вдруг в храм вбежали дети. Дети плакали, кричали, просили помочь, потому что, оказывается, их одноклассница попала под машину. И они прибежали к храму, потому что рядом был храм, здесь, Троицкий. И они прибежали и к отцу Александру. Батюшка, помогите, помолитесь за нашу одноклассницу, она погибает. Отец Александр тут же взял детей, как, знаете, как родитель под опеку. Встали они на коленки и молились, слезно просили о том, что Господь спас маленькую девочку. Она не была крещена. Дети приходили еще раз и еще раз. А однажды, по прошествии времени, они пришли с той самой девочкой, за которую молился отец Александр вместе с детьми. Эта девочка воцерковилась. Она приняла крещение. Она стала духовным чадом отца Александра. И самое интересное, что несколько лет назад, когда я работала в управлении экономики горосполкома города Одессы, к нам на работу пришла молодая женщина с секретарем. И, естественно, мы разговорились. Мы разговорились. Она знала, что я жена священника. И она говорит, вы знаете, а я тоже верующая, и я хожу в храм. Как жаль, что моего духовного отца уже нет в живых. Тогда я спросила у нее, а кто же твой наставник? И она говорит, отец Александр Кравченко. И вдруг эта молодая женщина рассказывает мне ту историю, которую я прочитала у отца Александра в книге. Вы знаете, мне так поразила вот эта связь. То есть то, что я знала об этой девочке, когда она страдала, попав под машину, лежала, как ее вызволяли, будем говорить, по молитвам отца Александра и детей. И вдруг я вижу перед собой эту здоровую, слава Богу, уже еще молодую женщину, уже имеющую семью, детей. И она говорит, я никогда его не забуду. Я всегда молюсь о нем и прошу помощи, и он мне помогает. На сегодняшний день это действительно так, потому что вы являли себя подсильнее. То есть они были не истинные, а так вот старались даже делать беспорядки какие-то, чтобы стараться расшатать дисциплину. Но эту дисциплину Царство Небесное, протерей Александр, не попускал, чтобы она расшатывалась. Он держал ее жестко. То есть достойно было только услышать слово, что он идет по коридору, как моментально всех мнение менялось. То есть это сразу чувствовалось, что надо одергивались, отправлялись, как говорится, держали воротнички, кителя, все. И даже в то время мы носили форму семинарскую кителя и брюки, но они были подшиты. И за это было тоже взыскание семинаристам, если они не подшивали даже воротнички. То есть посмотреть было на тех студентов в то время, я бы сказал, что я служил в Советской Армии, и семинарию можно было бы приравнять к этому уровню. Он крестил моих троих детей и меня всех сразу. По моей большой просьбе он тут же откликнулся. И это таинство было у нас дома очень торжественно, очень красиво. И в принципе, как человек маловоцерквленный, я прикоснулась к этому и поняла, какой это пласт, который я не знала. Я стала интересоваться. После этого события отец Александр участвовал и до этого в нашей жизни, но после он стал нашим пастырем, и мы с любовью к нему относились. Мы всегда чувствовали его внимание и участие в нашей семье. Моя на то время старшая дочь была младшей классницей, ученицей младших классов. Она пошла в воскресную школу. И она тогда только, по-моему, на Украине первая была у нас в семинарии. И отходила она там два или три года. Это дало ей образование. То, которое я ей дать не могла, конечно, она его в семинарии почерпнула. С удовольствием и в снег ходили, даже пешком. И в любую погоду ходили по воскресеньям. Она была очень довольна. Он никогда не назидал. Он не говорил как-то целенаправленно, то, что я говорил, и не делал специально того, что делал. Но мы находились в таком окружении добра и света. Мы этим проникались, пропитывались и просвещались. Вот его присутствие в нашей жизни – это было просветление. Был такой случай, когда Александр Николаевич вместе со мной пришел в редакцию на запись. А у нас был молодой вахтер, и он сейчас строго потребовал, чтобы священник, пришедший на радио, предъявил документы, представился. Александр Николаевич начал уже подниматься по ступенькам. Я пока там пыталась уладеть этот вот якобы конфликт. Александр Николаевич поворачивается, возвращается со ступенек и обращаясь к этому молодому вахтеру говорит. Я Александр Николаевич Кращенко, протеерей. А позвольте узнать ваше имя. И молодой человек говорит, я Виталий. Он говорит, какое изумительное имя. Вита от слова «жизнь». И начинает дальше развивать эту мысль, какое хорошее имя у молодого человека. Буквально через несколько дней повторяется похожая ситуация, но уже с народным депутатом, который приходит на радио без документа. И отправляется на запись, минуя вахтера. А вахтер пытается его остановить. Но охрана-то была военизирована, все-таки радио. Этот народный депутат поднял такой тарарам, от того, что его не впустили в редакцию радио, какой-то там вахтер его остановил, что сбежалась вся редакция. И тогда, переглянувшись, мы вспомнили ситуацию с Александром Николаевичем. Вот это были уроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова